Заступив на смену, техник-метеоролог начинает жить в другом времени и мыслить иными категориями. На часах время по Гринвичу, именно по нему работают все метеостанции мира. Галина Кормина трудится в аэропорту уже 30 лет и ни разу не пожалела о своем выборе. Ее родители тоже метеорологи, да и познакомились благодаря службе. По словам Галины, в советское время профессиональному образованию уделялось особое внимание. Раньше, когда я училась я, существовали гидрометшколы, это начальное гидрометеорологическое образование, техникумы, университеты. В настоящее время гидрометшколы не существуют, но я попала в свое время, училась в гидрометшколе. И вот для того, чтобы попасть в аэропорт на метеостанцию, надо было очень хорошо учиться и получить хороший аттестат. То есть попасть на работу на АМСГ, это было престижно. В Игрим я приехала в 1985 году. До этого проработала полтора года на АМСГ Уренгой и переводом приехала на АМСГ Игрим. Таким образом, считаю, что я уже с небольшим перерывом отработала здесь 30 лет. В этом коллективе, на этой станции. Работу свою люблю. Работа интересная, разнообразная, но очень ответственная. На метеостанции введены восьмисрочные наблюдения за погодой. Каждые три часа, восемь раз в сутки. А в период авиаперелётов – каждые полчаса. В программу входят наблюдения за направлением и скоростью ветра, относительной и абсолютной влажностью воздуха, высотой и формой облаков, температурой воздуха и почвы, атмосферным давлением и явлениями. Приборы стали уже родными, а по метеоплощадке специалист может пройти с закрытыми глазами. Главное – не сойти с тропы и не нарушить естественный покров. Этот прибор называется гололёдный станок. Для измерения гололёдных изморозьевых отложений, которые у нас обычно бывают в зимнее время или в переходные периоды. На летний период провода убраны, а в обычное время здесь четыре провода. На них измеряем размеры отложения. Гололёд, изморозь. Психрометрическая будка. Существует для того, чтобы в ней расположить. Термометры. Термометры для измерения температуры и влажности воздуха. Сухой термометр, смоченный термометр. Пара этих термометров называется психрометр. По ним определяется влажность воздуха. Также в будке есть термометры минимальный и максимальный. Для того, чтобы зафиксировать самую минимальную температуру воздуха и самую максимальную температуру воздуха. Здесь у нас участок для измерения температуры поверхности почвы. Для этого у нас существует три термометра здесь. Срочный, то есть температура именно в срок измерения. И также, как и у будки, есть минимальный термометр для измерения поверхности почвы и самый максимальный. Теперь я расскажу про осадкомер. Называется правильно осадкомер Третьякова. Прибор такой для измерения. Количество атмосферных осадков. Он состоит из ветровой защиты. Гнездо. У нас тут стоит осадкомерное ведро, которое меняется два раза в сутки. Если у нас были осадки, то измеряем количество осадков выпавших. Это анеморумбометр и ПВ. Это анеморумбометр М63. Состоят из датчика скорости и направлений ветра. Флюгарка показывает направление ветра, а вертушка скорость фиксирует. Все это преобразуется в электрический импульс и передается на пульт. Это называется прибор для измерения высоты нижней границы облаков. Состоит из приемника и передатчика. Когда прибор включаем, луч доходит до нижней границы облаков, возвращается на передатчик. Из передатчика на приемник. Также преобразуется в электрический импульс и данные у нас на табло. Каждый день метеорологи тщательно заполняют журналы погоды, а полученные данные кодируют и передают в другие аэропорты с помощью интернета. К слову, онлайн-сервисы, например, ГИС Метео, берут эти зашифрованные данные сервера и преобразуют в известный нам прогноз погоды. Коды же применяются для удобства и понимания. Данные поймет специалист с любой метеостанцией мира. Да и подробные телеграммы, как раньше, заставлять не нужно. А журналы погоды – настоящая климатическая летопись. Казалось бы, такая ерунда. Записываем просто температуру, просто ветер, просто высоту нижней границы облаков. А просто в течение суток мы делаем это каждые три часа, и эти данные никуда не исчезают. То есть за любой, в любой день, за любой день любого года можно посмотреть. Все-таки главная задача АМСГ – работа на авиацию. Именно на основе метеоданных принимается решение о вылете самолетов и вертолетов. Каждый раз проводятся метеоконсультации для экипажей и диспетчеров. На руки пилотам выдаются сводки о погоде в Игриме, в пункте прибытия, а также на близлежащих территориях в случае посадки на запасном аэродроме. По словам Галины Корминой, на ее памяти ЧП с авиаперелетами не возникало. А вот в более бытовом вопросе погода однажды преподнесла сюрприз. Исходя из данных о климате зимой, для школьников могут отменить занятия. В феврале 2003 года, уже после объявления об актировке, в Игриме за час потеплело на целых 10 градусов. Это был такой уникальный случай. Потом мы выясняли у синоптика дежурного Березова, как такое могло быть. Но она объяснила, что это проходил атмосферный теплый фронт, и за счет этого очень резко потеплело. Галина с детства любила наблюдать за облаками, да и на работе у мамы бывало часто. Детское увлечение переросло в профессионализм. Теперь она является наставником для многих молодых специалистов. Считает, что работать нужно на максимум, обладать чувством долга и ответственности, быть оперативным. Надо включать мозги, то есть ты все время в тонусе, все время надо как-то самообразовываться. Тем более, что у нас все время какие-то появляются новые методики, новые документы, новые коды. И надо быть готовым к нововведениям. В любую погоду и в любое время суток техник-метеоролог находится на боевом посту. Каждодневные обязанности от простых наблюдений до измерений снежного покрова в полном обмундировании всегда приносят что-то новое. Погодные явления неповторимы. Вероника Камелькова, Дмитрий Нетин, АТВ Березова, Игрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова